Следующее видео называется «Косметика. Индийские дети. Бьюти-блог на Вестника Дури». Так, ну дальше идут какие-то бренды. Лореаль. В общем, видео с канала Вестник Дури, дамы и господа. Смотрим. Привет, друзья! С вами канал Вестник Бури. Тут были новогодние праздники, время добра и чудес. И сидел я как-то с котиком. Да, он ещё всё испортит, весь праздник. Под новогодней ёлочкой смотрел на гирлянды, вспоминал ушедший год и думал. Рудой. Зачем ты такой злой? Всё, что-то кого-то критикую, злюсь на капитализм, рвусь систему менять. Снимал бы реально лучше бьюти-блоги. Понизил бы градус токсичности, узнал бы много нового, чтобы ненароком не выглядеть через пару лет. Снимал бы бьюти-блоги. Как Рэд Дури. Смешно, смешно шутят, видите? 21. А самое главное, ну это ж косметика. Ну какая тут политика, какие тут глобальные проблемы. Нету их тут. Как это нету? Есть. Несколько месяцев назад девочка Грета из Швеции заявляла о своём потерянном детстве. Но сегодня придётся поговорить о тех, кто теряет детство всерьёз. Скандалы... Да, и он не про детей кулаков. ...эксплуатации детского труда в странах третьего мира в последние годы регулярно накрывают транснациональные корпорации. Причём это касается компаний из ну очень разных сфер экономики. Так, недавно 14 семей из Демократической Республики Конго подали в Вашингтонский суд иск к таким гигантам IT-рынка, как Apple, Alphabet, дочка Гугла, Tesla, Dell и Microsoft. Родители и правозащитники требуют от корпораций признать наличие детского труда на кобальтовых шахтах в стране и создать фонд помощи тем детям, которые стали жертвой... Не одобряем детский труд. А то это получается, как у Карла Маркса. Каждый ребёнок с 9-летнего возраста обязательно должен быть производительным рабочим, чтобы быть готовым влиться в армию труда. Не одобряем детский труд. Мы же всё-таки не социалисты. ...такой непосильной работы. Для тех, кто не знал, Конго – одна из беднейших стран Африки. И по совместительству крупнейший поставщик кобальта, который продаётся корпорациям и используется при производстве аккумуляторов для наших с вами смартфонов. Индустрия красоты тоже оказалась вовлечённой в эксплуатацию труда детей из стран мировой периферии. В первую очередь Индии. В Индии есть штаты Джаркхант и... А как же хинди-русси пхай-пхай? ...пихар, а на их территории крупнейшие залежи слюды. А на этих залежах в шахтах вовсю работают несовершеннолетние. Как так, спросите вы? Большинство шахт были закрыты властями ещё в 90-х, по экологическим соображениям. Но эта мера привела к расцвету незаконной добычи. Слюда-то на мировом рынке нужна. Нередко нелегальные слюдяные шахты крышуются или даже организуются местной мафией. А нелегальная продукция сбывается на мировой рынок через посредников. Как вы понимаете, техника безопасности – это вообще не... Так, в чате пишут. Ежи, что вы несёте, Маркс был против детского труда. Не против детского труда, а против эксплуатации. А эксплуатация и труд – это не одно и то же. В идеальном коммунистическом обществе каждый ребёнок с 9-летнего возраста должен быть производственным рабочим, чтобы из него социальный паразит не вырос, а вырос честный пролетарий. Маркс был против детского труда при капитализме, то есть при эксплуатации, когда происходит отчуждение от результатов труда и забирает капиталист прибавочную стоимость себе. Против этого выступал Карл Маркс. Труд – это высшая ценность. Маркс выступал против эксплуатации. А это другое. Про добычу слюды в Индии. Благодаря расследованию, проведённому в 2016 году, стало известно о гибели на нелегальных шахтах в Индии как минимум семи детей только за... Если детский труд используется в условиях общественной собственности на средства производства, то это уже не эксплуатация. Почему? Потому что нет паразитического класса, который бы присваивал себе результаты труда. Так что соси хуй и учим отчасти. За два месяца. Причём тут, казалось бы, косметика. Следите за руками. Из переработанной слюды получается продукт под названием Мика. Мику применяют много где. При создании красок, зубных паст, электроники и так далее. Поскольку Мика даёт эффект сияния, то её очень часто применяют и в косметике. Пудры, хайлайтеры, тени для век, блески и помады... Хайлайтеры? Что? Для губ вот это вот всё. Причём речь идёт в том числе и о мировых брендах, типа L'Oreal, Estee Lauder. В 2009 году немецкая компания Merck KGA... Не моя тема совершенно, не разбираюсь в косметике. ...снабжающая следой L'Oreal вынуждена была признать, что приобретает сырьё у посредников, которые скупают его... Надо было звать Хандушу. Она... за косметику она может пояснить. ...у детей. Если Ютуб не врёт, то у нас на канале около 15% женской аудитории. Но даже если вы в неё не входите, то можете ради интереса просматривать косметику своей, там, второй половины или матушки или сестрицы и проверить, нет ли там в составе следующих веществ. Мика может обозначаться в составе как внезапно Мика, потасиум алюминиум силикат, C-77-019, голден Мика, Мика групп Минералс, московит Мика, пигмент Уайт... Ну, бля, теперь малолетний коммунист, короче, полезет в сумочку к маме, найдёт там косметику, растопчет её ногами с криком, значит, «Долой капитализм!» и в итоге от мамы пизды получит. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. 20. Приятного вам поиска. Ну вот, например, взял я тени своей фрау-мадам, и прям первым пунктом на составе идёт... Мика. Мировые бренды, надо сказать, в одно время немножко закипишевали... Вот так вот, вот так вот, видите. Как бы жена Рудова поддерживает детскую эксплуатацию в Индии и Конго. ...по поводу использования детского труда при использовании слюды, И даже немного поиграли в благотворительность. Были выделены деньги, открыты школы для местных детей, мировые поставщики даже стали сотрудничать с индийским движением «Спасите детство», выступающим против эксплуатации детского труда. Но в итоге все вылилось в банальную показуху. Вот как охарактеризовал произошедшая глава движения Калаиш Сатьярхин. У них нет устойчивой программы. Школы были открыты с большой помпой, но сейчас ни одна из них, так же как и медицинские центры, не функционирует должным образом. Правительство не желает прекращать незаконную добычу, и его мало заботят о благополучии детей. Вот такие пироги. Особенно иронично это звучит, если учесть, что косметика – это один из самых ходовых новогодних подарков в России. Впрочем, проблема не только в Лореаль или Эстелаудер, не только в индийском правительстве или в мафии. Ведь семьи сами целенаправленно отдают детей в слюдяные шахты. Вот, например, кадры из документального фильма «По ту сторону красоты». Журналисты приезжают на слюдяные шахты. Ну, не знаю, не знаю, косметика, типа, хороший подарок. По-моему, гораздо лучше своих жен вывезти на Кубу куда-нибудь, в социалистическую страну, поддержать экономику коммунистической страны своими деньгами, инвестиции в сферу туризма. То есть, вот видите? То есть, кто-то своей жене покупает какие-то дешевые тени, для производства которых был использован детский труд, а кто-то своих женщин вывозит в Гавану, водит их по ресторанам, по любимым барам Хемингуэя, пьет там Мохито, Куба Либре, значит, покупает футболки с Че Геварой. То есть, вот кто настоящий коммунист, да, а кто мелкобуржуазный подпездыш. Сразу все становится очевидно. Слюдяную шахту, из нее выбирается подросток, тут же прибегает нервничающий папка, начинает говорить сам, чтобы пацаненок лишнего не наболтал. Оказывается, что парню уже 18. Ну, вы поняли, вот так вот в Индии выглядят 18-летние парни. Говорит, что сам с детства работал на слюдяной шахте, показывает кучу шрамов, объясняет, что почти ослеп на один глаз. А вот теперь его чадо идет по его стопам. Ну а фигля, преемственность поколений. И такая ситуация типична для этих мест. То есть, проблема, помимо прочего, в системе мирового неравенства. Империализм, дорогие мои, не завершился с распуском колониальных империй в середине 20 века. Руководство передовых капиталистических стран, транснациональных корпораций, международных организаций типа Всемирного банка, ВТУ. Ну да, корпорации, безусловно, они существуют в развитых капиталистических странах. Но вот Конго и вот эти штаты Индии, они все-таки не являются развитыми субъектами капиталистической экономики. Именно поэтому там такая же архаичная экономика, как вот в Северной Корее какой-нибудь. Где, кстати, тоже активно используется детский труд, между прочим. Да, но в Северной Корее нет частной собственности формально, поэтому в Северной Корее это не эксплуатация. Потому что паразитического класса нету. Там есть только любимый вождь Ким Чен Ын. ООО или МВФ поддерживают разрыв между развитыми и развивающимися странами, дабы эффективнее эксплуатировать последние. Иногда образуется как бы целая матрешка из империалистических зависимостей. Но, например, Россия используется наиболее развитыми странами, как источник сырья, рынок сбыта, источник дешевой рабочей силы. А в то же время российская система почти так же использует некоторые бывшие... Интересно, а куда это русские едут в качестве дешевой рабочей силы массово? Хотя, может быть, там всякие IP-компании по аутсорсу используют, каких-то программистов из Восточной Европы. Вполне допускаю. ...советские республики. И вот в этом водовороте процессов как раз-таки и появляются истории с использованием детского труда на шахтах в Индии или в Африке. На самом-то деле это всего лишь частичка мозаики мировой капиталистической... Вот какой вот интересный человек рудой, да? То есть детей кулаков ему не жалко. Где там была колоссальная детская смертность, и где так же использовался детский труд после, значит, насильственного переселения. А вот индийских детей, детей в Конго, их жалко. Потому что их вроде как эксплуатируют, значит, злые капиталистические корпорации. То есть детей, которые хуярят в Северной Корее, их как бы не жалко. Потому что, ну, типа, это не эксплуатация, там же нет класса, который себе там что-то отчуждает. А вот детей, значит, в Индии их жалко. Потому что их там корпорация Лореаль заставляет работать. Видите, какая интересная диалектика. Ну, безусловно, но опять-таки, конечно, бизнес любой заинтересован в извлечении максимальной прибыли. Но если какой-то бизнесмен нарушает законы жестко, там, например, получает прибыль за счет вооруженных ограблений или торговли героином, то, ну, это как бы купируется, в том числе, буржуазными государствами. Поэтому, то есть это не вопрос правильного или неправильного капитализма. Это вопрос законодательства. То есть есть как бы вещи, которые разрешены, есть вещи, которые запрещены. ...стремятся к использованию дешевой рабочей силы. И даже если будет запрещен детский труд, ну, придумают еще что-то, изловчатся. Ну, пусть изловчатся, окей, запретить детский труд, и пусть ищут другие способы. Там, я не знаю, автоматизация производства, еще что-то. Это касается хоть западных, хоть восточных, хоть российских фирм. Начиная любой проект, Сечин руководствуется принципами, которые еще сформулировал автор «Капитала» Маркс. Знаете, как Карл Марсс уже давно сказал, что капиталисты зарали прибыли, на многое будет готов. Если точно, то это не слова Маркса, но... Что-то Сечин как-то располнил. ...слова Томаса Джозефа Даннинга, профсоюзного деятеля и публициста, которого процитировал Маркс в своем главном произведении. Да, в «Капитале». Там про 300%. Полностью цитата звучит так. «Капитал избегает шума и брани и отличается боязливой натурой. Это правда. Но это еще не вся правда. Капитал боится отсутствия...» Мне интересно, как это капитал отличается боязливой... Ну, понятно, это все фигурально выражаясь, метафорически. Но дело в том, что капитал – это самовозрастающая стоимость. Поэтому... Имеется, наверное, про боязливую натуру. Это, наверное, про то, что, значит, многие капиталисты, они очень осторожно инвестируют что-то куда-то. ...прибыли или слишком маленькой прибыли, как природа боится пустоты. Но раз имеется в наличии достаточная прибыль, капитал становится... Просто я бы на уровне методологии не наделял бы капитал излишней субъектностью. Потому что иначе это какой-то шауепа пэша получается. «Смелым. Обеспечьте 10% и капитал согласен на всякое применение. При 20% он становится оживленным, при 50% положительно готов сломать...» Есть очень смешной скетч передачи «Городок» на эту тему с использованием той же самой цитаты. «Себе голову. При 100% он попирает все человеческие законы. При 300% нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселица. Доказательства, контрабанда и торговля рабами». Капитал может отказаться от части прибыли, но только когда для него будут существовать реальные угрозы. Как, например, в Европе после нашей Октябрьской революции или после Второй мировой войны. Тогда и правительства, и корпорации до безумия боялись красной угрозы и вынуждены были улучшать положение рабочих. Но, как мы видим на примере Франции или загибающейся шведской модели, уступки эти были временными. Не менее странно было бы бойкотировать продукцию тех же самых брендов. «Так, жена, короче говоря, тенями и пудрой больше не пользуемся, поняла?» «Я, конечно, не пользуюсь услугами Яндекс.Еды. Об этой истории вы можете увидеть по ссылке вот здесь на экране и по ссылке в описании». «А что там, что не так с Яндекс.Едой? По-моему, мне что-то Линк писал на эту тему. Закажите видео, кстати, Рудова, про Яндекс.Еду». «Но я прекрасно понимаю, что системно такой подход применять нельзя. Девочки, оставьте...» «Ваш Яндекс, он вообще во всё щупальца запустил, как бы, там, Яндекс.Еда, Яндекс.Такси, блядь, Яндекс.Кошелёк, что-то какая-то хуйня». «Ну, кстати, Яндекс.Кошелёк, он совершенно нефункционален, в принципе. И в России, а за пределами России вообще никто этим говном не пользуется». «Танутся без косметики, мы выбросим нафиг смартфоны, отнесём на помойку лапти от Nike. В их же производстве тоже, как минимум, используются...» «О, лапти. Всё, это моя фразеология. Каучуковые лапти. Рудой продолжает смотреть мои стримы. Спалился. Каучуковые лапти. «Я эти охуительные истории рассказывал дважды в интервью с русскими националистами. Один раз на передаче про Роберта Райта, когда мы позы делали. А второй раз какой-то тоже националист у меня на стриме брал интервью. Вот. И я ему тоже рассказывал про, значит, каучуковые лапти. Рудой спалился, что он смотрит мои стримы». «Труд несчастных женщин из стран третьего мира. Да чего там мелочиться? Можно вон отказаться от квартир в новостройках. Там же в основном используется труд эксплуатируемых иммигрантов. Да и вообще надо уйти в лес. Агафья Лыкова наш герой». «Человеку приходится всё время...» «Герман Львович Стерлигов. Вот как наше будущее. Неолудиты рулят». «Вести борьбу над своей плотью». И Агафья Карповна нам показывает пример, как нужно это делать. «Всё это, конечно, бред. И главная мысль сегодняшнего видео совсем в другом. Невозможно укрыться от пороков капиталистической системы нигде, и индустрия красоты здесь не является исключением. Все мы так или иначе вплетены в систему социально-экономических отношений и являемся болтиками глобального механизма». «Видите, то есть современные коммунисты, они даже не делают ставку на то, чтобы запретить использование детского труда в Индии или ещё где-то. Почему? Потому что коммунисты живут под лозунгом «чем хуже, тем лучше». То есть чем больше будет пиздеца при капитализме, тем быстрее люди, значит, поднимутся на революцию. Такая логика». «Все от бьюти-блогерш до индийских детей. Эта система достигла небывалых размахов производства, небывалых масштабов и сложностей организации труда». «Сейчас, наверное, будет про противоречия между общественным характером производства и частным характером потребления труда. И речь не должна...» «Старая марксистская догма». «Найти об отказе или уничтожении её достижений, но о глобальном переустройстве международной кооперации. Увы, это переустройство неизбежно должно сопровождаться не только введением глобальных достойных стандартов труда, но и столь же глобальной переброской ресурсов на поднятие стран периферии и полупериферии, в том числе и России, кстати. Только вот незадача. Ещё классики марксизма понимали, что всё это невозможно без международной социалистической революции, без национализации транснациональных корпораций и встраивания их в мировую плановую систему. Звучит радикально? Есть такое?» «Нет, звучит глупо, а не радикально. Радикально это не звучит после того, как был 20 век, и в принципе... Все, в принципе, представляют более-менее, что такое коммунизм на практике, а не в теории». «Но в противном случае придётся смириться со многими бедами этого мира, включая несчастье детей третьего мира, которые...» «Но проблема в том, что если вы реализуете на практике свой проект, то бед не станет меньше, бед станет только больше, блядь, намного больше». «Но не решить лицемерный благотворитель...» «Потому что если монополии при капитализме — это плохо, то всю эту критику, адресованную против монополий, усилив и умножив тысячекратно, можно также экстраполировать на критику монополистической и коммунистической системы, которая подразумевает уничтожение частной собственности на средства производства и экономическую конкуренцию. То есть установление некой единой всемирной монополии. «Поэтому всё, что предлагают коммунисты — это бороться с капиталистическими монополиями при помощи единой всемирной социалистической монополии». «То есть это попытка, чтобы излечить насморк, заразить пациента с ПИДом». «Лина Джоли» и прочими подобными мерами. С вами же был канал «Вестник Буря». Подписывайтесь, ставьте палец вверх, активно пишите комментарии, скидывайте видео своей маме, девушке, жене, сестре, подругам. И помните, что красота, как завещал нам Достоевский, может быть и спасет мир. Так, цитата Достоевского, внезапно. Но явно не капиталистический. До скорого. Снова диалектика. «Мир спасет только красота и массовые расстрелы». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова